Декларационный Бардак наблюдали мы с вами на этой неделе. Нет, конечно, все мы с вами прекрасно знаем, что борьба с коррупцией в нашей стране идет ни шатка ни валка. Но то, что было на этой неделе, ну совсем уж из ряда вон. Что дало повод многим заявлять о том, что это был или саботаж, или полный провал борьбы с коррупцией. Не превратились ли многочисленные агентства по борьбе с коррупцией в нашей стране в агентства по легализации этой коррупции? Вот, наверное, главный вопрос этой недели. АПЛОДИСМЕНТЫ Я приветствую нашу аудиторию. Спасибо вам за присутствие и за ваши аплодисменты. И приветствую наших гостей. Спасибо, что нашли время. Начать хочу с Сергея Власенко. Сергей, как вы оцениваете вот эту всю ситуацию этой недели вокруг электронных деклараций? Это уже провал или еще грань перед провалом? Вы знаете, я бы начал немного с другого. Я бы начал с первой минуты электронного декларирования. Мы обязательно о ней поговорим. Нет, нет. Могу немного о другом. Смотрите, на самом деле люди, которые сегодня ругают государство, они просто не понимают, какие государство должна выполнять функции и что государство должна делать. Ну, для меня, припустимо, было шоком, когда уряд Яценюка принял решение отдать разработку программного забеспечения и декларирования на какую-то, ну, может и поважную, но не государственную структуру, которая без любой участки государства разработала какой-то известный программный продукт, которая этот программный продукт поставила. Не смогла его технично погодить с государственным предприятием Держпецзвязок. После этого они провели полностью первую минуту. Я был уверен, что между первой и второй минутой они сделают домашнюю работу, выправляют ошибки, но они не собираются этого делать. Вместо этого они занимаются, вот все, на жаль, новостворенные органы, они не занимаются борьбой с коррупцией. Они занимаются политическим пиаром, они занимаются политическими репрессиями, они проводят переверки, обшуки, порушивают криминальные дела противопозиционных политиков. Вместо того, чтобы заниматься своей непосредственной работой, обеспечить чиновникам нормальную сдачу деклараций, я лично сдавал декларацию после того, как я уже все забрал, все подготовил, я не мог два тижня. Пять дней, если я помню, я читал ваши посты. Ну, два тижня я сдавал, а пять дней я про это писал. Вот, но это полный абсурд. Вона представник конкретной политической силы, про которую все знают. Вона представник Народного фронта. Ее призначал Народный фронт. Премьер-министр Арсений Ясенович. Ну что вы считаете, что на собеседовании госпожа Наталья говорила, что вы должны провалить ее работу? Просто паня Наталья при всей моей повазе до позиции керевника НАЗК не профессиональной человеком. Вона человек, которая поставлена выполнять политические замовления. Вона сегодня проверяет оппозиционные политические партии. Проводит с этого привода какие-то неведомые брифинги. Сбирает какую-то неведомую информацию для того, чтобы сказать, чтобы выполнить те завдания политические, которые перед ней поставили. Спасибо, Сергей. Я надеюсь, что мы сегодня... Я надеюсь, что мы сегодня хотя бы попытаемся все-таки выяснить и для себя, и для телезрителей, чем занимается, а чем не занимается НПК Андрей Ильенко. Вот вы в событиях этой недели увидели только технический сбой этого сайта или сбоит уже вся наша так называемая система борьбы с коррупцией. Вы начали с того, что вы запитали, это полный провал или саботаж. Я скажу так. Это полный провал на фоне саботажа или саботаж на фоне полного провала? Я думаю, что десь так. Все смешалось в доме антиголоксионера. Это действительно маразматичная история. Дивися, берем в спятку технический бік питания. Была первая хвиля подачи электронных деклараций, которая происходила в восемь лет минулого года. Прошло майже пів года, там 5 месяцев. За этот час было достаточно времени, достаточно возможности пронизировать все ошибки. Потому что тогда была не такая катастрофически плохая работа системы, но почти. Но подавало много меньше людей. Инший порядок вообще. То есть много меньше людей подавало. Но были проблемы. Было очевидно, что если будет подавать много больше, а система та сама, то это просто все вернется. А вы понимаете, тут мова идет про то, что это не просто депутаты, министры. Это депутаты сельских рад, которых там интернету нет. Это рядовые чиновники, которые работают в каком-то районном управлении пенсионного фонда, где страшная коррупция. И они все попадают из-за этого. Маленький вот штришок. Мне на этой неделе писала дочь одного из народных депутатов, женщине уже около 60 лет. Она говорит, у моей мамы кури гусы, компьютера даже дома нет. Что нам делать и на что нам запомнить эту декларацию? Я попросил ей написать в ВНПК. Один есть, только у него корова. Я один момент хотел бы сказать, что, безусловно, это приводит к тому, что люди попадают не потому, что они плохие, или они не хотят подать декларацию, а из-за идиотизма и бездарности того, кто это разработал, под криминальную ответственность. Это абсолютно ненормальная ситуация. Поэтому это технический бек питания, полный провал и должны быть висновки кадровых, первое за все. И второй момент, теперь, как бы по сути, я вважаю, что, попри все, система ведения электронной декларации, это величезный, гигантский крок вперед для страны. Но у нас пока только первое сделано, просто общество увидело статки чиновников, политиков, судов и так далее. И это тоже величезный крок вперед, но теперь мае наступать вопрос, если выявилась брехня, а если человек не может объяснить, что в ней это, то должны включаться две статьи криминального кодекса, заведомо неправдивые данные в декларации и незаконное сбогачение. Або-або, но тоже певный час уже прошел после первой минуты, было очень много скандалов, но пока мы не видим реальных расследований, даже тех самых больших скандальных деклараций, которые были обговорены всем общественным. Сравы все эти заболокированы, их даже никаких справ не имеет. То есть это говорит о том, что, фактически, на жаль, абсолютно правильная реформа и революционная реформа, скажу, это без жодно иронии, мы за это все голосовали, и послуженно за это, и вважаем все правильно, абсолютно правильно, клептократию, коррупцию нужно вынищивать в стране, и это один из инструментов этого. Но для этого нужно, чтобы реформа была завершена. Не завершена реформа, реформа, которая не дошла до конца, она всегда закончится откатом. И то, что в великую мировую мы сейчас, на жаль, видим. Но, к сожалению, да, наверное, вы правы, именно это мы, скорее всего, не обнимаем. Николай Скорик, скажите, пожалуйста, а кто-то должен был наказан за то, что на этой неделе этот сайт, очень важный, да, для страны и для реформы, работал вот с такими техническими сбоями, если это уже приводит к политическому скандалу в стране? Я думаю, что вы совершенно правы. Вот сейчас звучали слова, там, авторы, там, разработчики, это же не какие-то абстрактные люди, не какие-то абстрактные структуры, которых никто не знает, расплычат, и там, безымянное народное творчество. Это конкретные люди, которые вносили этот законопроект, которые за него голосовали. И мне кажется, тут надо вспомнить вопрос, в том числе и политической ответственности. Я хочу сказать, полностью с вами согласиться, во-первых, а сказать немножко о другом. Что если, это же у нас, как бы, декларации для того, чтобы сначала чиновник показал о том, что у него есть, а потом, чтобы структуры проверили, насколько это адекватно, насколько правильно. Если наши вот эти все великие антикоррупционные органы не могут нормально принять этот документ, о какой проверке мы говорим, если сегодня один из высших чиновников страны показал у себя в этой декларации, при том, что в предыдущей этого не было, 145 миллионов евро налички министр, член кабинета министров, это просто... Вы говорите о министре на сале, деда. Да, это просто в голове не укладывается. Соответственно, о какой проверке мы можем говорить? С другой стороны, когда вот был спор на прошлой неделе в отношении того, что как сельским депутатам сдавать районного совета и так далее, я могу сказать о том, что во многих сельских советах нет даже технической возможности осуществить эту сдачу, потому что, допустим, вот в Одесской области есть достаточно много сельских советов, которые в силу рельефа местности там нет мобильной связи, которая даже там, допустим, близко к Одессе. Соответственно, кроме отсутствия мобильной связи и интернета, человеку достаточно, скажем, там, в высшей степени... Получается, нужно ехать в ближайший райцентр, где есть интернет-кафе, просидеть там неделю в ожидании того, когда сайт заработает. До этого надо выстоять очередь за этим ключом, потом, соответственно, свободный компьютер, потом нужно правильно это все заполнить, потому что для человека простого, который первый раз это видит, это, я вам скажу, из серии на грани диссертационной работы. Поэтому, с одной стороны, для того, то есть то, для чего это создавалось, для поимки высших коррупционеров, которые действительно воруют миллионы из бюджета, это не работает. А с другой стороны, мы загоняем простых людей, которые не имеют отношения никакой коррупции, которые работают на земле, ставим их под угрозу двухлетнего тюремного заключения, из-за того, что не созданы условия, и это условия совершенно глупые, неосуществимые, потому что сначала нужно технически к этому делу подготовиться. Поэтому вопросов, и я вот еще раз хочу повториться, вопросов очень много ко всем, кто эту тему двигал. И к разработчикам, и к депутатам, которые это вносили, и к кабинету министров, которые это продвигал. Вот хотя бы должна быть политическая ответственность. Дмитрий Добродович, смотрите, директор НАБУ Артем Сынкинк, директор НАБУ Артем Сынкинк обвинил главу НПК, открыто обвинил в саботаже. Премьер-министр призвал ее вообще уйти в отставку. Сама она сказала, что в отставку не собирается. Вы тоже считаете, что вся проблема только в нынешнем руководстве агентства? Нет, безусловно, что это на сегодняшний день саботаж, это так. Но мы сейчас в основном обговорим, в основном обговорим техническую проблему. Я просто нагадаю, что первая хвиля, тоже передавали ей эти проблемы, мы тоже ночами пытались это сделать. Я, до речи, действительно 5 дней это делал, мне удалось буквально в последний вагон потягу скочити и отправить такие декларации, что, правда, и неможливо подавиться. Но тут надо акцентовать увагу на основные задачи НЗК. В основном задача НЗК – переверка этих деклараций. И вот этого, паня Крючак, на своих брифингах и пресс-конференциях чему-то не рассказывает. А что за эти деньги, величезненные? Я нагадаю, так, это сотни миллионов гривен из бюджета. Дмитрий, сразу, давайте разъясним. Помните, когда была первая волна деклараций, у нас выстроилась целая очередь желающих проверять. Генпрокуратура была готова проверять. НАБУ кричала, что готова, как минимум, помогать проверках. На сегодняшний день, просто коротко, право принимать, проверяют сегодня только НПК. Правильно? Точка. Смотрите, смотрите, на профильный, так как я членом профильного комитета, поэтому я вас и спрашиваю. Я его секретарем. Значит, перевірку, здействую на ЗК, если она видит невидкости, она должна передавать эти дела в НАБУ. И НАБУ уже мает проводить расследование. Змите, про это мы должны говорить. Нас несподимано, вся страна дизналася, что один из самых больших коррупционеров, а я абсолютно все так вважаю, думаю, тут немае сомнений, колишний премьер-министр Ясенюк взагалі не подает декларацию теперь. Так, он так может делать. Саме тому, я так понимаю, его фракция, Народный фронт, за ци еще поправки, есть декларирование скандальное, так зваво голосовала. На СД виборковая проверка, так, мы, которые отримуем поведомления, 5 депутатов проверяются, 6 судов. Это за каким принципом? Есть вообще принцип, а за тем, в законе есть этот принцип, за каким мают проверяться. И часа было абсолютно достаточно на сегодняшний день. И это вот выборковость. И остальное, еще до технических проблем. Я уважно слушал на брифинге у пани Курчак, которая сказала, что системные администраторы, те, кто за это отвечают, это они занимаются политикой. Вот у нас, знаете, все можно скинуть на политику. Насправді, это был абсолютный саботаж, и мы увидели прогаванную в законе, что, выявляется, человек имеет обязательство, это все делать, и чего она не делала, но нет на сегодняшний день ни одной за это ответственности. И проблема этой страны, не только в НАЗК, но и в любого другого органа, это отсутствие ответственности, в первую очередь. Потому что стране нужно знать, где появление всех этих денег, и, наконец, увидеть, кто сядет за это. А деньги, безусловно, будут... Ну, увидим ли мы, похоже, кто сядет в результате суммы озвученных деклараций? Как мы поняли из вашего ответа, все-таки в первую очередь, на первом этапе, зависит от госпожи Натальи Корчак. Однозначно. Григорий, скажите, пожалуйста, теперь вы. Да. Как вы можете прокомментировать, во-первых, заявление Сергея Власенко о том, что Наталья Корчак села в это кресло только благодаря политическим конъюнктурным моментам? Можете вы это подтвердить или нет? Ну, смотрите, с моей точки зрения, закон предпочитал очень качественно, квалификованную... Григорий, я не об этом спрашиваю. Вы в коалиции с Народным фронтом? Народный фронт ее насочил туда или нет? Нет, если этот закон не спрацювал в этом вопросе, ну, это проблема выполнения законодательства. А закон, на нормальном смысле, да. Но, что меня бентежит? С моей точки зрения, мы слишком много отвечаем на вопрос, кто винен. С моей точки зрения, ответ на это вопрос очевиден. А мы совсем ничего не говорим на вопрос, что делать. С моей точки зрения, я много занимался программированием в молодости. Тобто, я понимаю, что эта система, что эта система набагато простейшая, чем будь какая банковская система с точки зрения функционала и качества. Тобто, в нашей стране есть много людей, которые с моей точки зрения за месяц-два доведут эту систему до такой качества, что у нас никаких питаний всего привода не будет. Григорий, но я правильно делаю вывод из сказанного вами, что если за полгода этого не сделали, а было полгода, то это явный саботаж. И поэтому я подтверждаю, что Сергей прав в том, что есть закон. Согласно с этим законом, ответственность за работу этой системы несе на ЗК. Тобто, и керевник. С моей точки зрения, это не очень сложное менеджерское завдание. За полгода я, например, сдал декларацию три недели назад. Поэтому, как человек, который понимается в таких системах, я с первого раза зрозумел, что будет проблемой. Вы молодец, вы научились готовить самим, это похвалено. Потому что я не видел никакой работы что до удосконаления системы за эти шесть месяцев после того. Понятно. Спасибо. Сергей. А эту всю историю нужно разделить на два периода. Первый – это минуле, и сдача попередней декларации, и все знаки саботажа, и то, что происходит сейчас. Что было в минулом, да? Что было, не в картах. Что было, что будет, чем сердце успокоится. Не важно. Выгадаете? Первое. Когда затягивали, сведомо, запуск деклараций, где народные депутаты Украины должны показать всему стране, сколько в Верховной Раде миллиардеров, а сколько миллионеров, это было для того, чтобы получить время, чтобы переписать многомиллиардную властность на тещ двоюродных братьев, сестер и так далее. Это удалось сделать. Все нотариусы в городе Киеве в этот период были просто завантажены. И поэтому, дорогие украинцы, вы увидели только 5% от того, чем они владеют. Но прийдет социально-демократичная партия до влады, я вам все покажу, все заберу и между вами распределю. Другая важная, ваша, другая важная складовая. Что сейчас происходит? Представьте себе, блок Петра Порошенко, Народный фронт, Радикальная партия и другие партии, которые имеют админресурс, протягли, проштовхали, напхали в міськие ради величезную кількість депутатов місцевых рад. Чтобы вы знали, их всего 350 тысяч человек. 350 тысяч депутатов областных, местных, районных, сельских рад. Уявите себе, что там происходит с остатками, и кого они брали, потому что они продавали. В Полтавской области блок Петра Порошенко продал значок блоку Петра Порошенко бандитам, бывшему вору в законе, який зараз керує Полтавою. Чтобы вы знали. Я звертаюсь до вас багато разів, аби вы очистили. И они слигались с Батьковщиной разом. И деребанят сейчас, вот вы сидите разом, там они тоже разом сидят и крадут деньги. То есть это... Вы как это декларация вы видите, Сергей? И теперь нужен час, для того, чтобы, снова таки, переписать сотни миллиардов гривен, награбованих за 25 лет, потому что они никогда не менялись. Одни и те самые депутаты местных районов. Переписать, снова таки, на двоюродных братьев, сестер, тоже водеев, помечников и так далее. Это второй этап. Третий важный склад, именно на ЗК. Так, я согласен с Добродомовым, что, и с вами, пан Ласенко, что это чисто человек Яценюка. Родичи, которые балотировались от Яценюка, в народные депутаты, в депутаты местных районов. Это колишние участники их команды. Но они там что-то не поделили. Они там что-то не поделили. И сейчас началось гонение на эту женщину. До правды сказать, она должна выполнить эти функции, которые укладывают на нее. Потому что мы платим, чтобы вы знали, снова таки, дорогие украинцы, ее зарплату 101 тысячу гривен в месяц. Это безпременность. Это безпременность. Это без зарплаты. Там все 200-250 тысяч. Покажите мне, пожалуйста, пенсионера, работника, селянина, обычного. Покажите мне, обычную пересечную людину, чтобы получила такой уровень зарплаты. Разом с тем, посмотрите на ее фаховость. Я уже закончу. Посмотрите на ее фаховость. Мы передали из государственного бюджета, забрали у детей, которых нет чем годовать в школах, забрали у пенсионеров, забрали у работников, из фабрик, из заводов, из дорог, из экологии, из всего забрали. У медсестер, у лекарей, забрали у вчителей. Сергей, у вас у многих болит сердце, перечисляйте, пожалуйста. И забрали туда и передали почти 200 миллионов гривен. 172 миллиона гривен, если быть точным. Это достаточно сумма, чтобы наладить систему. И остальное. Та фирма, яка разработала программное забезпечение, это коррупционная кормушка Народного фронта. Они засунули эту фирму для разработки усього программного забезпечения новых проектов к админу, к админу, они разработали всю систему облику переселенцев, до речи, и мы не можем кинуть с кинцами найти эти системы. Они разработали и другие системы в усех, безлиминяк, в Министерстве, в Кабинете Министерства. Там просто шаленые цифры. Мы, до речи, от нашего комитета, из-за социальной политики, обратились до НАБУ, до НАЗК и Генеральной прокуратуры, чтобы за вуха таки долгие, как Арсений Петрович, вытягли эту фирму, показали ее на свет и посмотрели, сколько они заценят в СССР. Еще эта жилька заявила неделю тому, что Народный фронт, это умова была, от признаетеся, пане Шверк, что Народный фронт ставил умову голосования этих изменений до расширения кількости, кого нужно пропустить через систему и декларирование, только при умове, если вы берете, заховете норму, что одна людина на всю страну, Арсений Яценюк, не будет сдавать декларации. А я скажу, есть там такая умова, а я скажу, будет сдавать, будет сдавать. Это заявка главы НАЗК, которая получает 101 тысячу гривен, 200 тысяч гривен на месяц. Она может не знать. Сергей, я не знаю в законе такой нормы, что позволяет одни людям не сдавать. Это была умова, что Богу, дождемся, попадастся Яценюк в декларацию или нет и разберемся с этим. Сергей Мищенко, скажите, пожалуйста, а сколько вообще нужно хорошему правоохранителю, который получает такие деньги для проверки электронной декларации чиновника на предмет коррупционной составляющей? Я говорю о том, что за полгода проверено всего несколько десятков. Дуже правильное питание. Я как раз из этого хотел початывать как думки мои читаете. Вы знаете, первая хвиля это до тысячи деклараций. И там были проблемы. То есть, вночь действительно заходили для того, чтобы отправить. Вчера я отправил за два тижня, только поздно вночь. Потому что есть такая модель, чтобы можно было декларацию отправить без проблем. Это вночь и делается. Потому что все заходят в... Ну, меньше посещаемый сайт. Это понятно. Так. Сегодня есть последняя возможность это сделать до 12 часов. То есть, две с половиной часов остались для того, чтобы сдать декларацию. Так вот, легче проверить тысячу деклараций, а с завтрашнего дня это будет миллион деклараций. Вы понимаете, какой это обсяг будет работы. А для того, чтобы проверить одну декларацию, необходимо проверить, по-перше, все базы, мать, но не имеют доступа до всех баз, нерухомости, рухомого майна. Это все декларации минулих, эти паперовые. И проверить, как это все проходило. Поэтому, ну, за моим досвидом, когда такие справы проводят, одна людина может, ну, если очень хорошо współpracировать, где-то 2-3-4 дней одну декларацию проверить. Хорошо. За полгода целая агентство сколько должно было проверить? Сколько могло успеть? Ну, я думаю, что, ну, порахуйте, да, то есть, с вересня месяца началось электронное декларирование, у нас прошло, сколько, півроку, так? Півроку прошло, то есть, за півроку, вот поделите рабочие дни, где-то приблизно, приблизно, давайте будем заниматься математикой депутатов, и Кабмин, подсказывая, Дмитрий Добровов, точно был уже проверить. А теперь возникает вопрос, а почему не проверили? не, их проверили, но выбирково. А результаты где? А почему избирательные? А почему не всех? А потому что оттуда и наступает самая главная вопрос. Потому что, на жаль, это очень хорошая вещь, для того, чтобы увидеть статки, но, с другой стороны, это, знаете, такой булавой против опозиций и неугодных политиков. Потому что, действительно, оно используется для того, чтобы выполнять тиск. По голосованию в Верховной Раде, про то, что перейшли в коалицию, то, чтобы не ушли из коалиции. Поверьте мне, что это величезный тиск и это та спроба, как взяти политика или неугодного чиновника за одно место для того, чтобы выполнив то, что скажет ему влада. А вот, что сделали с новым законом? Виже подивитеся, заявы европейских и мировых лидеров, святовых лидеров относительно того, что это величезный крок назад в связи с тем, что новый закон депутатов сельских рад, про что вы говорите, на что было этих людей чипать взагалі, на что правильно сделали, что для солдат сделали, для сержантов, а вот то, что сделали для громадских активистов, нормальные громадские активисты, они заповняют. Питания не не никто про это не говорит, а про третьих людей, которые помогают. Понятно, спасибо, и вот здесь раз окажутся, в Роман, почему все такое американское страны, из-за этих скандальных поправок, и вообще какая реакция мира на все то, что у нас происходит в системе электронного декларирования. Ну, я думаю, что тут треба обратить увагу не только на проект USAID, про который говорили, что прекратили сотрудничество, хотя там треба еще объяснить, что от них заявок не было, это была заявка Руслана Ребошапки, про это треба говорить про реакцию комиссара Хана, который сразу реагировал очень негативно, и треба понимать, что наступного неделя в нас в Европейском парламенте будет голосование по безвизу, которое должно быть абсолютно автоматичным, теперь там будут уже дебаты с этого привода, и поэтому реакция достаточно миттевая и малоприемная реакция на эти поправки, и, зрозуміло, можно долго шукать крайне кто в этом винен, кто инициировал, нужно инициироваться от народного депутата, который это предлагал, но, с другой стороны, та энергия, с которой это все было поддерживано, нужно помнить, что после этого голосования много реформистских законов на хвиле было поддерживать, это такая хорошая жертва для того, чтобы депутаты нормально голосовали, но, на самом деле, неякосность этой поправки, насколько это было сделано неякосно, охоплено все те элементы, которые охоплены реформой, кроме громадских активистов, это так само члены на глядовых рад государственных предприятий, которые должны быть независимы, это иноземцы, для которых это будет достаточно специфичная ситуация. Тарас, вам кажется, что это очень удобная скандальная поправка, возникшая вовремя, в порядке, ну, вот версии, она возникла как раз тогда, когда начали обсуждать ее, хотя в это время могли обсуждать, почему за полгода не были проверены, в общем-то, сотни и сотни деклараций топ-чиновников страны. И тут, главное, все очень благодарны кинулись на эту тему. Звернути увагу на то, что эта система, главное, усунуть эти проблемы, но не убить эту систему. Тут очень много саботаж из разных боков. И эти поправки, и то, как работают реестри, как он постоянно, ну, все restки государственных реестриев работают менее, более нормально. То есть, в государстве есть опыт по строительству реестри. У нас это един реестри, который таки много страждаем, и так много до него уваги. Поэтому, главное, это понимать, что кто бы не был зацикавлен в этом саботаже, а кажется, что фактически все могут зацикавлены в этом саботаже, что эта система, власне, через этот саботаж мает выжить, потому что она для общества нужна, потому что это крок для здоровья. Владимир Карасов, как вы считаете, почему вот эти скандальные поправки о необходимости декларировать антикоррупционеров носились очень активно именно народным фронтом, в частности Татьяна Черновол тут инструмент, а организатор это зала Штунка, не за сценой. антикоррупционер в прошлом, не инструмент? Понимаете, антикоррупционер это когда не во власти, а когда во власти, то уже можно быть прокоррупционером. Тут же проблема в другом. Вот то, что сделали с электронным декларированием для антикоррупционных организаций, это, во-первых, по-свински, а во-вторых, это даже и технически даже грубо. Вот россияне сделали более красиво. Они обязали всех грантовых организаций регистрироваться как иностранные агенты. Да, Запад там покритиковал, но теперь там Левада-центр, все эти гражданские организации, исследовательские центры, они теперь регистрироваются как иностранные агенты. Почему? Ну, что с точки зрения такого постмарксизма, так, вот сейчас много критикуют неолиберализм, глобализацию неолиберальную. Вот гражданские организации, это часть глобального гражданского общества. А глобальное гражданское общество, это часть глобальной элиты, которая сегодня старается управлять всеми странами. И нами тоже. Так, кстати говоря, почему мы не готовы часто вот технически к этой борьбе, потому что на нас давят очень, и не учитывают, что технически, ментально мы просто не готовы. Например, вот такой только пример. Еще в 15-м году Европейский Союз в обмен на финансовую помощь требовал первой посадки. Еще НАБУ не заработало. Не говоря уже там про антикоррупционный суд, а уже посадки требовали. Понимаете, тоже такой плановый подход. Так вот, что вообще происходит вокруг этого всего дела? Так, почему саботажей, почему этого? Наш правящий класс, не все, но большая часть правящего класса, поняли, в какую ловушку их затягивает Запад, и в какой ловушке не могут оказаться, если медовый месяц Запада и украинские власти будут дальше продолжаться. Самую страшную ловушку, ловушку честности. Да, потому что они думали, что они из России будут воевать, но все будет так по-советски, как и тут. А Запад говорит, нет, если вы хотите помощь, если вы хотите реформ, то давайте бороться с коррупцией. Так, а мы хотим реформ? Да, хотим реформ, но и с коррупцией тоже бороться не очень хотим. Поэтому, что начинается, включаться, так, что включается, что? Первое, понимание нашего правящего класса, что если и дальше будет реально идти борьба с коррупцией, все будет открывать, то этому правящему классу осталось там месяц, два, год, и вместо них придут другие антикоррупционные активисты, которых будут подталкивать Запад. Это правда, давайте я говорю, я не говорю, хорошо это или плохо, я просто говорю, как есть. Так, их будут подталкивать. И условно говоря, на смену сегодняшней власти там придет, например, там Лещенко, Залищук, там, Даем и так далее, и так далее. Включается вот это сознание того, что теряется власть, так, потому что коррупция используется как инструмент борьбы, не только против оппозиции, но и против нынешней власти, которая на Западе понимает, она переходная, она олигархическая, она сращена с бизнесом, поэтому ей тут время недолго. Значит, будем менять их. Поэтому начинается задний ход. Так, надо сохранить власть, сохранить бизнес, ну, открыли, хорошо, открыли, а что дальше? Что дальше? Надо же сохранить это как-то. Поэтому вот это начинаются такие мелкие шпильки, во-первых, вот это начинается борьба, там, премьер против этого, и Корчак. Хорошо, увели сознание, увели сведомость, потому что все обсуждают, как Корчак ответил, но обсуждать, какие деньги конкретно у кого обнаружены, какие миллионы евро, это не будут, а будут обсуждать вот этот скандал. Дальше идем. Будет вот это, идти еще какие-то давления. Значит, борьба с коррупцией будет постепенно, постепенно, гаснуть, гаснуть, Более того, нынешняя власть взяла курс на некоторую изоляцию от Запада, на внутрение, чтобы меньше было возможностей для Запада влиять на украинскую власть, тем более, внешняя геополитика сегодня дает такие возможности, там, Трамп с собой, Америка с собой, там, Европа с собой, и так далее. Поэтому, мой прогноз, мой прогноз такой, мы больше будем, смотрите, информационная доктрина, она почти как у Путина списана. Посмотрите, путинскую информационную доктрину, вот эту нашу, которая, Александру Валентиновичу, у которого сегодня день рождения, поздравим его с днем рождения, Турчинов, так сказать, подготовил, она один к одному, так? Борьба с гражданскими активистами, вот она так, как и в России идет. То есть, мы постепенно идем, от Запада начинаем дистанцироваться, любому нам Запада не нужна, денег они не дают особо, там, с какой-то миллиард, все время тянут, 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 мы берем трет на изоляцию, и на такую авторизацию власти, а стало быть, рассчитывать на какую-то серьезную борьбу с коррупцией в ближайшее время, не приходится. Общество становится объектом политики, вместо субъекта политики, власть хочет взять реванш и быть субъектом политики, а общество будет объектом политики. Спасибо. Вот в чем шуть вот этих электронных деклараций. Ну, пессимистичный прогноз, конечно, послушал вас и понял, что, если все правда то, что вы говорите, не ждать нам новых проверок и их результатов, наверное, еще долго. Александр Решмидилов, Саш, попрошу прокомментировать слова Сергея Мищенко по поводу того, что вот эти данные, которые засвечивают некоторые политики в своих электронных декларациях, могут использоваться для кукловодов от власти. За правильное голосование, говорил Сергей, принятие нужных решений. Вот сразу вспоминаются ярые оппозиционеры, которые декларируют, что они оппозиционеры, но тот же Ляшко, например. Сегодня в новой декларации человек не работал уже 10 лет нигде, кроме как во власти. Напоминаю, больше 10 лет. недвижимости на десятки миллионов долларов. Он говорил, что работал, что там брал. Но последняя работа, насколько я помню, господин Ляшко, это редактор какой-то газеты, я не помню ее название. Не самый тиражный, не самый дорогой, не самый, в общем-то, продаваемый. На сегодняшний день в декларации там наличности на миллионы долларов, у других депутатов, мы помним, да, тоже, миллионы под подушками, святые мощи, что еще было, церкви были, ну все, что хочешь было, и яхты, и так далее, и так далее. Ничего не произошло. Может быть, они не боятся наказания сейчас, потому что они исправно вот так вот руку поднимают, когда нужно, когда им сверху спускают. Комплексный вопрос. Для начала, действительно, любая база данных может быть использована не только сейчас, но и со временем. Чутко нужно понимать, что через 10 лет, если будет систематизация данных, она может быть использована и можно будет проводить аудит, было-стало. Но относительно борьбы с оппозиционерами, неким таким, насколько это инструмент. Это действительно инструмент, но есть и другие инструменты. Уже они были использованы ранее, заводились дела в ГПУ, потом мы знаем манипуляции с теми же другими антикоррупционными органами, как НАБУ. То есть разные варианты. Когда нужно держать в узде, скажем так, оппозиционеров, находятся и другие инструменты. Достаточно вспомнить, у нас бывает такая мода, сегодня угнетенными могут быть одни силы, достаточно вспомнить, тот был оппозиционный блок, хорошо знает, как с ними было. Потом могли переключать фокус на другие силы, где-то батькивщина, где-то самопомощь, где-то... То есть когда происходят какие-то неугодные, их, конечно, могут немного притеснять, а иногда и сильно. То есть использовать силовой фактор давления на оппонентов, конечно же, можно. Так же, как и на соратников, которые так или иначе пытаются показать свою независимость. Тревожные моменты другие, которые вот на что хотела обратить внимание. Первое. Открыто почти все говорят о связи главы там новых антикоррупционных органов с определенной политической силой. Это должны быть независимые фигуры. Нельзя как бы ставить... У нас немножко подутик скандал с тем же Насировым, да? Был конкурс, должна была быть совершенно независимая кандидатура, но так или иначе потом вскрываются связи, давление, какие-то там... То есть опять... Здесь предупреждена та же ситуация. То есть в открытую, доказывайте этот момент, фигуры такие должны быть равноотдаленные от всех политических сил, потому что они должны демонстрировать свою независимость. То есть мы говорим уже не просто об открытых каких-то квотах политических сил, а просто о связи, пуповинной связи с той или иной группой влияния или политической силой. Это тревожный маркер. Следующий момент это колоссальный непрофессионализм во всех антикоррупционных органах, как старых, так и новых. Независимо от того, будем с вами обсуждать агентства, бюро, СААП, ГПУ, но тотальный... Так в цьому сенсу. Никому не потребен независимый профессионал. Всім потребен керувственный Нам нужны украинцам, нужны профессионалы. Для этого выделяются колоссальные бюджеты. Для этого идет доверие к этой власти, которую избирали легитимно, давали полномочия менять систему. На это был запрос, на эти реформы. Где реформы? Вот годовые отчеты, да, вот не так давно были годовые отчеты. НАБУ, САП, ГПУ. Что? О чем мы говорим? Там же просто тотальный непрофессионализм и оно все вызывает отторжение у общества. Мы скоро добьемся того, что ко всем как старым, так и новым органам будет не то, что вот, как мы говорим, там саботаж за заполнение таких. Это, конечно, знаете, такие цветочки, ягодки будут попозже. Потому что, давайте не забывать, что одним из требований МВФ как раз был это аудит электронного декларирования. И мы стоим опять на пороге нового транша, да, мы стоим на пороге пересмотра бюджета, закончился первый квартал. Мы стоим на много... Ну, то есть у нас серьезные проблемы, а мы элементарных вещей не можем сделать. Как среагировал Запад? Да ужасно среагировал Запад. Потому что сначала они были в шоке от того, что оголилось, потом они требовали аудита того, как это накопилось, да, ведь все же подумали, что это нулевые декларации, прям покажем и все простят. Не тут-то было, господа. Аудитом никто не занимается. Ведь при колоссальных отчислениях, да, антикоррупционные органы и силовой блок провисает социалка, все, что, о чем говорил Каплин, кучу людей, которые нуждаются каждый день в финансировании, они в затянутых поясах, а мы не видим эффективности. Ну, плачевно. Спасибо, Саша. Тарас Загородович. У всей этой истории с новыми органами мы, украинцы, попали в собственную пастку меньшевартостей. Чему? Потому что мы думаем, что если на Заходе что-то выгадают так красивое, то у нас оно также будет работать. Мы створили еще одну бюрократичную соц. структуру. Вместо того, чтобы решить вопросы с судами, это же не режное вопрос вообще. Воно бы 90% сразу же отпало. И прокуратура больше-менш начала працювать. И так далее. Но мы створили, в том числе за допомогою бюрократов, давайте ЕС, сказали, давайте створим еще один орган. Но они не пораховали одной речи. Во-первых, масштаба в стране. Сколько лет будет переверять их миллион деклараций? Так? Это сколько чиновников треба еще донайняти? Шановные там, масштабы страны. Это же не 3 миллиона, это не реально. По-перше, это суто бюрократичный подход. И он системный, системные ошибки тут. Далее, наступное вопрос. Они сказали, они должны быть независимыми. Их не можно никого чипать. Там на 7 лет призначили одно и одно. Но вопрос в том, а если они не будут работать, то что делать? Корчак сейчас не может сделать, Ситника сейчас не может сделать, и что вы будете с ними работать? А они знают, что их сняти неможливо? Вот чему питание. То мы должны всегда думать, что нам говорят, вважать на то, как это будет у нас работать, задавать конкретные питания, что мы должны делать. Так, есть декларации. Но, как сказал Сергей Мишенка, что, людина будет проверять ее три дни. Далее, просто порахуйте. То есть, одна людина в месяц может проверить. у нас говоришь, что это нуля декларация. Это нуля декларация. Чему? Они скажут, шановне, у нас готівка, я ее заработал 10 роков тому, а теперь доведем в суде, что это так не было. Почнешь доводить, то скажешь, извините, пожалуйста, так термин уже склили. Закон незаконное сбагачение принято в 2015 году. И он зворотной силы не имеет. То есть, я могу сейчас, если вы обязательствует декларировать состояние журналистов, декларировать 5 миллионов евро и сказать, что заработали в 2014 и все, и не то садьет суд. Да, терминентальности пришли. Так. А чему? Звичайно. Потому что суды у нас не отработаны. Потому что не то, что Захид говорит это все правильно. Думать нужно. По-другому, далее. Ну, сколько ей платит зарплата? сколько там, 10 тысяч долларов. Ну, в наших условиях, знаете, можно занести окремо миллионы и сказать, ты не працешь все 7 лет. Это валится, мы тебя не можем говорить заходу, что ты незалежный. Все. Зарплата, до речи, в Румунии девчина, которая пересажала половину чиновников, 3 500 евро. 3 500 и то же самое будет с тем антикоррационным идиотским за то, что с этим судом будет. Те самое будет, потому что это бюрократичная структура. Треба працювати над тем, чтобы працювали первые суды. Мы решим первое вопрос стабильности прав власти, пойдут деньги в страну, а не будем плодить эти новые бюрократичные структури, которые будут и дальше жертвы купи денег, и с правами будут... Сергей Власенко, у меня тогда два вопроса к вам как к юристу. Что делать и кто виноват, и я эти вопросы уже устал задавать, если честно, боюсь повторений. Смысл тогда заполнения всех этих деклараций, смысл тратить государству деньги, если все равно... Если идеи, судя по всему, кто-то хотел похоронить в самом начале и... Хорошо, хорошо, вот вы сказали о норме до 15-го года, можно сказать, что ты... А что делать с теми политиками, которые за последние полгода, ну вот тот же Ляшко, о котором я сегодня вспоминал, у него за последние полгода появилось несколько особня... там, несколько квартир, по-моему, и домов, и там миллионы долларов. И, кстати, у него есть еще одно, по-моему, нарушение, он, работая на... получил деньги на канале Ньюсван, который, например, принадлежит другому народному депутату Мураеву, 212 или 214 тысяч гривен. Но вам же это запрещено законом. Вы же не можете... Алексей, дивиться, вот для того, чтобы провести все эти расследования и выявить те правопорушения, про которые вы говорите, там должны сидеть профессиональные, качественные люди. Но мы сейчас в дискуссии плутаем причину и следы. Мы все говорим, что там нужны независимые профессионалы. Кому нужны? Суспильству? Да. А владе они там не нужны. Чему? Потому что первое, куда бы мав прийти независимый, профессиональный керевник на ЗК, это до Петра Порошенко и задать ему питание. Вин должен был прийти до Володимира Гройсмана и задать ему питание. Вин должен был прийти до министров, которые декларуют сотни миллионов, которые у них объявляются с Нинацька. Або до таких, как пан Лешко, которые сповпрацуют с владой и думают, что у них криша, которая им закрывает все. Поэтому у нас не нужны профессионалы независимые. На жаль, вы задавали еще одно вопрос. Почему так наполегливо просустили этот закон как раз випадково? Да, какая добьется випадковость? Закон был подписан Парабием за один день, закон был подписан президентом за один день. Это абсолютно планована, чутка, зрозумела речь, которая вкладается в загальный тренд развития нашей страны. У нас происходит создание полицейской страны. И это абсолютно очевидно. И то, что происходит сейчас, это абсолютно логичный крок в этом направлении, чтобы притиснуть чергово общественный прожарок, который не задоволен действующей владой. Сегодня это антикорупционные активисты. Можно до них по-разному ставиться, до них есть много вопросов, но это нужно нормально обговорить. Завтра это будет Баттинщина. Сергей, Григорий, Григорий, по-перше я отвечу на вопрос о том, что быстро был подписан. Если бы не был подписан сейчас, то 190 тысяч военнослужащих до сегодняшнего дня были с декларацией. Это по-перше. А вот другим законам. А как можно принимать этот закон, когда уже разом не работает? Давайте понимаем, что в тот момент, когда президент подписывал этот закон, и другой возможности решить это вопрос, было не возможно. Это по-перше. По-друге, что до перевировок. Наразі там много документов, но я стверждаю, если в стране есть качественные электронные базы нерухомостей, кадастри, налоговые, то достаточно написать небольшой программный скрипт, который в электронном выгляде сделает эти проверки миттево. И люди будут только смотреться на результат работы программного обеспечения. И сделать это нет никаких проблем. вы обратите внимание, вы второй раз за программу выступаете как двойной адент. Вы какой-то свой среди чужих, чужой среди своих. Вы в первой части спича говорите о том, что власть права и делает все правильно, но потом своими техническими познаниями рушите все достижения власти на корню. Я снова делаю вывод, что за полгода любой такой скрипт можно было сделать. И сделать эту работу сейчас безукоризненной. А работа не идет. Работа своей. И здесь вопрос... Тарас, у меня другой вопрос. Запад, который видит вот такие наши провалы в борьбе с коррупцией. Не доиграемся ли мы до того момента, когда МВФ и другие наши западные партнеры скажут спасибо, дорогие, денег больше не будет? Треба говорить про то, что проблема не в Заходе. Проблема не в том, что это навязанный закон. Проблема в том, что этот закон потребен нашему суспільству. Запад на открытность величезный. То есть, что мы имеем открытые реестри нерухомостей властников автомобильных засобов, этот закон нормально прошел, и мы всем нормально живем. Главная проблема в основном цей писк всех депутатов и чиновников в заполнении этих деклараций говорит о том, что вот где проблема намазана. Это суспильная проблема. И понимаете, Андрей изготовления нашего политического класса, это вопрос, которое нужно не Евросоюзу и не Америце, это нужно нам. Потому что, если у нас будет коррумпована псевдоэлита дальше керувати, то мы как раз и будем колонією, которую будут крутить все подряд. Потому что тогда национальные лидеры будут думать не про национальные интересы, а они будут думать про то, как бы их не выкрили черговую оборудку. А если их выкрили, чтобы их не сделали публично. И будут их этим шантажировать и через все принимать решения, которые украине не нужны. То, что великой мировой есть сегодня. Поэтому вопрос не коррупционной элиты, это вопрос выживания нашей страны, а не вопрос что кто-то что-то там зовне говорит. Я вважаю, что очень много что-то нам зовне говорят, особенно что что касается приватизации во время забесений, вводите рынок земли, мы не должны вот как раз тут идти на эти поступки, потому что это нам не выгодно. А в данном случае это не потому, что кто-то нам что-то говорит. Я вважаю, что как раз много кому за кордоном было бы выгодно. Кстати, уступать ли МВФ требования открытия рынка сельхозземель, мы будем обсуждать в следующем части нашей программы. Уверен, что ваши слова о том, что Украину могут превратить в коррупцию в этой студии прозвучат еще не раз в течение следующего часа. Да и вообще тема очень острая и болезненная для Украины. Здесь будет очень жарко уже через несколько минут. Дождитесь, пожалуйста. Это «Черное зеркало». Мы продолжаем самое популярное политическое ток-шоу страны. Спасибо, что дождались. Как звучало сто лет назад? Вся власть рабочим, земля крестьянам. Вторая часть этого лозунга может быть актуальной и в 2017-м. Но вот только крестьянам ли может достаться эта земля и не станет ли этот лозунг слишком революционным для нашей страны? Кому землю? Тема следующего часа. Начать хочу в этом части с прекрасной и умной женщины. Единственной сегодня у нас. Саша, как считаешь, есть ли шансы в ближайшее время открыть рынок сельскохозземли в Украине? Этот вопрос явно будет испытанием для парламента, потому что апрель сам по себе очень может быть для нас коротким как раз в плане продуктивности работы парламента. Насколько пойдут на уступки перед внешними требованиями, перед западным фактором, перед внутренней борьбой, потому что ведь много сил, которые уже сегодня звучало, отстаивают все-таки продолжение моратория на землю. Такие инициативы звучат и от фракции Бойко, и вот Свобода. Я думаю, что как раз будет большая группа звучать, которая не согласна будет с требованиями МВФ, которая будет не поддерживать власть, каким путем пойдет власть, как она будет демонстрировать опять это будет кнопкодавство, опять это будут какие-то нарушения, может это будет очередной какой-то подкуп, чем они будут стимулировать, возможно это будут опять-таки те же электронные декларации, которыми будут заставлять все-таки и влиять на депутатов, чтобы они поддерживали такие инициативы и шли в разрез, ну здравому смыслу элементарно, ведь такая инициатива может, ну не то, что дорого стоит, да, я кажусь украинскому дорогою ценой, классика украинской литературы, очень может дорого даться, поэтому посмотрим, но те бичи парламентаризма, которые у нас есть, могут вылезти, кнопкодавство уже вылазит, давайте посмотрим на этой неделе сколько было моментов, есть инициативы, в которых ну просто вопиющие звучат, может быть кнопкодавство станет как раз тем моментом, который позволит вернуться в должность этому же Шокину, да, уже много моментов, которые звучат, как это будет выглядеть, готовы ли парламентарии все-таки отстаивать интересы страны, а не просто идти под внешним фактором, под вот этим давлением Запада, ну и скажем так, управление, тут будет, это такой, знаете, урок на управление, это внешнее все-таки, или мы еще можем держать ситуацию? Ну понятно, что агитировать за это решение будут требованием МВФ, МВФ действительно, это один из перечень, один из перечней подписанного меморандума, МВФ уже в понедельник будет рассматривать, дадут ли нам деньги или нет, да, очередной транспорт, но впереди у нас еще много-много транши, поэтому МВФ все-таки додавить может. Дело в том, что апрель очень короткий, и захлестнуть до Пасхи нас могут настолько внутренние баталии касательно иммунитета правительства, касательно многих других вопросов, что как всегда незаметно сроки могут поджимать, и тут вдруг окажется, что мы уже садящего поезда. И вот эти моменты очень часто используются опять-таки как манипулятивные. Ну и кроме того, что будут говорить о том, что это требования МВФ, естественно, как всегда, нас будут уверять о том, что это нормальная практика для Запада, требования Запада, сам Запад так живет. Давайте сразу разъясним для себя, живет ли так действительно Запад. Дмитрий Ливч у нас в гостях, эксперт по земельным отношениям, как раз экономический аналитик. Скажите, пожалуйста, Дмитрий, в каких странах мы возьмем Европы на сегодняшний день тоже действует мораторий на запрещающий продажу земель сельскохозяйственного назначения? Доброго дня, студия. Меня зовут Дмитрий Ливч. Я проектный менеджер Easy Business, громадская организация. Я буду выступать в имени громадянского суспільства. И буду говорить фактами. Вы имеете доверие? Местной организацией было проанализовано все абсолютно краины, которые есть в мире. 193 краины вызнаны Организацией Объединенных Наций. Из этих краин было выбрано 60 как релевантные приклады для Украины. И в Европе нет никакой страны, в которой существует мораторий. В Европе нет никакой страны, в которой обмежаются права землевластиков. Если мы говорим о 60 проанализованных страны, то только в одной стране нет приватной власти на землю. Это страна Таджикистан. Это страна, в которой 56,2% населения за межею бедности. Чи хотим мы строить Украину таким чином? Я думаю, мы не должны строить Украину таким чином. Нам нужно проанализовать найкращие светої практики и использовать этот опыт в Украине. Если мы хотим строить демократическую... Сколько в Туркменистане за чертой бедности? 56,2% Это последние данные ООН. Вчерашние. Живут за чертой бедности 60% в Украине. Это невидимо за каким показником. Это невидимо за каким показником. Дай Бог чтобы меньше, Тарас. Меньше. Меньше. Набагато меньше. Давайте дадим Дмитрию започтить. Что это за показание? Давайте говорите про причины, а не про наследки. Давайте говорите про то, что в Украине больше, чем 15 лет действует мораторий, который ограничивает права землевластников. Властникам сказали, что они есть властниками, но на самом деле они не есть властниками, так как они не могут распоряжаться своим ресурсом. Если мы говорим про экономический эффект, который может стимулировать создание свободного рынка земли в Украине, то он колоссальный. Он больше, чем обсяг ВВП Украины. В следующие 10 лет Украина может получать около 100 миллиардов долларов экономического эффекта, если мы створим земли в Украине. Дмитрий, а сколько миллиардов может это сесть в карманах нечистоплотных чиновников, если этот рынок будет непрозрачным, а серым, как у нас землянных спекуляций? За рахунок заработка с 5-7 родин в Украине? За рахунок чего? Абсолютно зубожило населення, которое не имеет денег, чтобы себя прогодовать. У нас президент выходит и каже, я не могу продать свой бизнес, потому что нет рынка. Мне не единственное надбание, которое осталось у украинского народа. Вы рассказываете про все страны Европы? Украинский чернозем, эталонный чернозем, который пробачивает этот период Другое войны вы возили эшелонами в Немечину и вы предлагаете это продавать? Кому? Петрович Порошенко, который уже сьогоди влияет на величезные массивы земли? В какой стране Европы таких обмежений нема? А почему вы не сгадываете досвид Канады, который сегодня занимается тем, что выкупирует в государственную властность землю и накопитывает запасы государственной земли, а приводит какие-то примеры в состоянии демократии? Дорогий ответ. Досвид Канады также проанализованный. Я могу вам подарить этот ответ, в котором детально описано. Я вам презентую прямо сейчас. Можете ознайомить? Так расскажите расскажите оцех возможностей. Вы в радость тримаете всех этих малих фермеров. В заручниках тримаете в радость и в заручниках. Вы мораториям тримаете их я никогда не перехожу на особистости, но я заявый раз переконался, что декларирование для так званых громадских активистов абсолютно нужно. Потому что когда выходит человек на телеэкран и говорит, что я буду говорить от этого украинского громадянского суспильства, это просто заворачивается мозг. Если говорить о том, 100 миллиардов хочет получить экономика, непонятно от чего. Если вы говорите о том, что проведена реформа, я, кстати, считаю, что это реформа, о которой вы говорите, это одна из позитивных реформ на определенном этапе для украинского государства было, потому что оно наряду с денежной реформой, ее можно занести в актив украинскому государству, потому что на селе, если вы там бывали, на селе, это один из основных источников дохода, те деньги, которые люди получают запая наряду с пенсией. Если вы сейчас, на сегодняшний день, забираете эти деньги у этих бабушек, то в итоге вы получаете абсолютно зубожило население полностью, кроме того, вы полностью уничтожаете село, потому что никаких фермерских господарств на фоне полностью уничтоженной украинской банковской системы. Вы, кстати, заметили, как-то тихо все замолчали про блокирование российских банков. Такой был шум, блокировали, рассказывали, а теперь тихонько оказывается, что их начали менять, а не собственников. Началась перепродажа этих банков. И как-то эта тема постепенно сошла на нет. На фоне полностью уничтоженной банковской системы, на фоне полностью уничтоженной экономики, вы говорите, что сюда пойдут какие-то миллиарды воюющие страну, и что вся причина в том, если вы ставите условия, если нам, я прошу прощения, Международный Валютный Фонд ставит условия предоставления миллиарда, которые мы в течение всего года должны будем отдать на предыдущие кредиты, ставит условия полностью отдать в распоряжении непонятно в чьи руки. Действительно последнее, что у нас остается, это земля, это просто запредельные вещи, и это все подается как огромные реформы, как действительно огромный плюс, что мы идем таким образом в Европу. Таджикистан это никакая не Европа, это Азия. Мне так нравится Я безусловно с уважением отношусь к украинской земле, но мне так странно слышать от политиков, которые начинают говорить, что это наше последнее достояние, и наша земля такая ценность, что ее хоть на хлеб маш, но почему мы ее тогда не используем? У меня вопрос к нашим политикам. Почему тогда эта земля кормит украинцев ей так хорошо? Это не вопрос о ее качестве, это вопрос о качестве ее использования. Андрей Ильенко, но для все-таки вопрос, реально протащить этот закон через парламент? На жаль, напевно так, потому что такой ажиотаж навколо этого, но я хотел бы сказать несколько моментов. Во-первых, между прочим, я абсолютно не защищаю тот стан речей, который есть сейчас. Но просто информация. Украина первое место по экспорту борошна в мире, Украина второе место по экспорту зерна в мире. То есть, выявите себе, какой это гигантский ресурс в условиях, когда катастрофично недоедает миллиарды людей в мире, когда огромная экологическая кризис в мире. Такие черноземы, такие возможности генерирования это глобальное питание глобальной продовольчей безопасности. второй момент. Конечно, это абсолютно неправда, когда говорят, что в всем мире абсолютно вольный рынок продажи земли. Дуже великое обмежение. Я не до вас апеллюю, я говорю до глядачей. Есть большие обмежения. Например, такие страны, как Израиль. Иноземцы не могут покупать землю. В многих странах юридические люди не могут покупать, только физические люди. Есть обмежения по обмежению на одну физическую особу, и очень серьезные. Например, в Дании, если у спадкувания, только если фермер передает своему сыну, только если он фермер тоже, если он уже отъехал от этой деятельности, не будет у в МВФ говорят, что они не требуют конкретной модели. Они просто просят открыть рынок земли. Мы же можем прописать это законопроекте так, чтобы это было выгодно Украине. Это катастрофа для Украины. Сейчас то, что предлагает свободу, продолжите мораторий. Нет. Мы предлагаем сделать следующие шаги. Во-первых, на этом историческом этапе развития Украины. Во-первых, мы должны создать государственный земельный потому, что у нас есть приватная властность на землю. У нас нет рынка земли, но приватная властность есть. Продать державе или закласти под кредит в державе. Другий момент, что нам нужно сделать. Нам нужно упорядкувать рынок дорогостроковой аренды земли с правом использования этого аренды. С возможностью передавания в субаренду сделать это прозорным, открытым и понимаемым. Но все-таки за собой как национальное надбание этого стратегического ресурса. Потому, что на условиях избежения людей скупить за несколько тысяч долларов фантастические гектары фантастического чернозема, то мы потом их никогда не вернем. Потому, что это будут международные суды. Что будет учтено, а что нет в связи с этих правил. Мы спросим у Алексея Мушака, единственного представителя комитета по аграрной политике, профильного комитета Верховной Ради. Прошу вас, Алексей, а скажите, уже есть законопроект готовый? В грудни минулого года я с коллегами подал законопроект про обе ГЗН. Тот, который готовится к ближайшему голосованию. Это, смотрите, есть Кабминский законопроект, еще в грудні зареєстрованный, несенный. Есть альтернативный Карнацкий тоже зареєстровав. И есть подание в Конституционный суд с вимогой признати мораторий как такий, что порушает Конституцию и служит права и свободы граждан. Знаете, все присутники тут хотят рассказать. Конституционный суд, это подстраховка, если в Раде не наберется голосов? Это главный план. Это здоровый крок, потому что мораторий порушает минимум 8 статей Конституции Украины. Я никого из вас не перебиваю. Я никого из вас Сколько из людей, 55 людей, которые подписали подание, сколько из них голосовали за мораторий? Проти мораторий голосовало 7 людей. Я подходил к людей, которые подписывали, и они сказали, что это жалуют про свои решения. 48 людей сначала проголосовали за мораторий. А потом сказали, что они идут в Конституции. Сергей, флюгерство в украинской полиции уже политики никого не удивить. Давайте зрозуміємо одно. Все присутні тут хочут сказать, как украинцы распоряжаться со своей властностью. Это напоминает 1861 год, когда крепостное право было изменено. И барьи сидели и говорили, а как же там крепостные и без нас будут жить? Украина как разберется, не продавать. Это раз. Другой. История Украины показывает одно. Украинец завжди хотев купить землю, а не продать. За что? За что купил? И этого украинца мы знаем. Думайте, ну, возможно, вы знаете. Мы можем украинцем знать. Украинец мает право купить землю в Соединенных Штатах, Великобритании, Немеччине, Австрии, Испании, но не может купить это в своей стране. Как это может быть? Я скажу, за какие деньги? Сейчас присутствие здесь достанут свои телефоны. И деньги? Сейчас украинская цена, про которую вы скажете, она коштует как iPhone. знайдуть гроши по різным оцинкам у украинцев на руках от 40 до 90 миллиардов долей. Теперь с приводу бабусь, Сергей, на перерывайся. С приводу бабусь, я добре, спустился с космосу, я месие, спустился с космосу. Показа немає. Идже вопрос, пан Сергей, поднялись, может, снизу, заду? Тут же дискуссия. Алексей, по моей информации, можете подтвердить информацию, что Конституционный суд займется этим вопросом уже на следующей неделе? В экстремном порядке. Конституционный суд, згідно с своего регламента, уже призначил судью до пьодовитача и зараз вырешивает питание, открывать или не открывать Конституционный суд. Хорошо, отмените вы этот мораторий через Конституционный суд. У вас есть план действия дальше, что делать? Да, безумовно. Как вступать с этим рынком? Бежать у них планы. Я поясню, что станется, если Конституционный суд отменит? По-перше, в земельном законодательстве прописано, что украинец может купить и продавать землю. Это прописано. Единый, кто не может, это иноземцы купить и продавать землю. Это раз. Если Конституционный суд обмежит эти моратории, которые проводились как в течение времени, в 2001 году, я хочу напомнить, что в 2001 году и не было же великих аэрохолдингов, они выросли под час мораторий. Так у нас будет на самом деле максимально либеральный рынок, где нет межей на покупку и продажу. Мною и моими коллегами первый, зарегистрированный законопроект, где на 12 лет расписано поэтапное впроваджение рынка земли. Другой, как бы, сейчас готовят еще два законопроекта про консолидацию, про которую сказали, и про поддержку малых и средних фермеров. Поэтому, на самом деле, если Конституционный суд обмежит мораторий, и это, на самом деле, правильная речь. Хорошо, Сергей Каплин, как вы считаете, малым и средним фермером можно... Нет, Сергей, встать не надо. Малым и средним фермерам на сегодняшний день можно спать спокойно? Их точно не лишат вот тех наделов, которые они сейчас арендуют, из которых... Спокойно, дорогой товарищ. Да, и той земли, которая их кормит. Построен без тебя. Сергей, вы слышали мой вопрос? 27 лет назад наша страна была 18-й в мире за темпами и обсягами промышленного производства. Но я вряд ли бы доверял советской социологии и Советского Союза. 7,5... Будь ласка, давайте замочить, потому что я расскажу сейчас, откуда вы тут взялись, взагалі. Ну точно, 2027 лет назад работало 7,5 тысяч предприятий, на которых 8 миллионов наших граждан имели работу и более-менее достойную зарплату. И приходит к себе такой Международный валютный фонд. Начинает друковать такие вещи. Какий тираж оцей вашей профанации, порнографии? Какий тираж оцей порнографии? Сергей, мне кажется, вы эту книгу видите первый раз в жизни, посмотрите на обсяг работы. Вы волонтер? Вы волонтер? Волонтер. Я присоединив громадянского Соскільства. Вы не пьете. Где вы получаете заработную плату? Заработную плату я получаю в громадской организации, в которой я працюю. Яка финансуется на гранди, правильно? Так. На гранди, за кордону. Как вы думаете, чому за кордону дают гроши сюда, чтобы эту порнографию друкувать? Не, ну вы сначала прочитайте, потом рвите весту. Соскільства. То есть он тоже агент, Мушак, Олексій Мушак, является фактично человек, связанным с родными связками одного из самых больших людей в стране, который уже взял под полный контроль оленинный бизнес. Вы производитель Соняшников из журного рынка земли. Не перебивайте, пожалуйста. Соняшников и его экспорт. Единый, самый больший человек. Найбогатший в списке партий регионов переднего периода. У команды я, до речи, я выиграл выборы. Это у меня с ними давно свои рахунки. Но вы их защищаете. Третье, вы их защищаете. Вы, что вы хотите сказать. Вы вываливаете на нас какое-то ведро не греха из информации. Послушайте, дальше, следующее составляющее. Что реально будет происходить? Реально будет снято мораторий або в парламенте, або через суд. И те, кто завел сюда Международный валютный фонд, иноземные корпорации, так или иначе, через представных людей скуплять всю украинскую землю. И тогда нам будет вказать, как голосовать, и вы не матимете и гражданское общество, где вы работаете и получаете зарплату. Вы не матимете фактически право голоса. Это полная финансовая окупация Международным валютным фондом и его транснациональными корпорациями нашей державы. Плюс. Сергей, вы могли я зашел в этот час с 17-м годом и вы здесь устраиваете 17-й год. Я еще устраиваю 17-й год. Расскажите, что за родственные связи вас там на ноги поставили. Когда переходят на личность, это означает, что нет аргументов. Действительно, Андрей Верезький это мой двоюродный брат. Я никогда этого не скрывал. Я выступаю за то, чтобы дать право 7-м миллионам граждан Украины властников продавать землю. Но деньги только в него. Секунду. И 42-м миллионам у Ляшва и Тебя. Все, понимаете? Вы купите всю украинскую землю. А какой фирмой ваш двоюродный брат власти? По сути. Кернел Групп. Да, Кернел Групп. Сколько вы разместили Евробондию в этом роде? Сергей, вы не власть. Вы не единственное, у кого есть деньги на украинскую землю. Вы есть майбутный хозяин всей земли, по которой вы будете ходить. Вот вы это виноваты. Это выключите микрофон Сергею Каплину. Это мой приказ. Алексей, вы не видите конфликта интересов? Вы конфликта интересов не видите? Вы считаете, это нормально, что ваш двоюродный брат занимается агробизнесом, а вы сидите в аграрном комитете Верховного Рада. Дивися, я вам отвечаю. Это нормально. Сергей, не перебивайте, пожалуйста. Сергей, не перебивайте, пожалуйста. Сергей, не перебивайте, пожалуйста. У меня был бы конфликт интересов, если бы я выступал за мораторий. Потому что при моратории как раз агрохолдинги разросли. Больше того, при нынешнем моратории компания, действительно, Кернел, выкупила 250 тысяч гектаров земли. При моратории, больше того, при моратории насправді несправедлива ситуация. Когда корпоративные права на оренду земли продаются, а бабцы в селе ничего не получают. То есть кто-хто? Потому что вы были в пастер-регионе, секундочку. Ну, дивися, ну, контраргументы по сути. Сергей, сейчас выведу. Ну, дивися, ну, якщо вы сразу... Сергей, 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 ну, вас не слышно. Вас пока не слышно. Пусподойте. Дозвольте, завершите буквально домах. Если сможете пробиться, да? Безомонно. А на самом деле, граждане Украины имеют право купить или продать. Это раз. А ангра-холдинги разнеслися про мораторию. Это два. Третий, больше того, мораторий – это швидкий способ купить земли. Это три. И четвертое, Сергей, не переходите на личность, а то эта дискуссия будет на вашу пользу. Тарас Хачко, хотел бы сказать две вещи. Во-первых, украинское сельское господарство, радянские часы, трансформировалось надзвичайно. Это единственная экономическая история успеха Украины. В 1991 году мы не входили в ни один рейтинг. На сегодняшний день мы номер один по зерновых. Мы входим в 5 показаниях использования нашей земли в топ-5, в топ-10 страны в мире. Мы являемся глобальным гравцем на рынке сельского господарства. Во-вторых, вопрос, о том, что Алексей рассказал, мораторий как раз таки дав возможность появиться с этим агрохолдингом. Тому все, кто против рынка земли, они играют на миллиардеров, они играют на агрохолдинге. У меня нормальная температура, на отличие от вас. И третье, и от третье остальное. ЗМИ, отличие от мораторий, даёт возможность, власне, малым и средним фермерам, которых достаточно хорошие, заниматься интенсивным сельским господарством. Не за ним заниматься садами, выращиванием овочей, то, что даёт правильную копию. Так что, на самом деле, те, кто защищает мораторий, защищают консолидацию земель и сбогачивание только многих. Поэтому, а это в Соболичии ваших домов. Так хочется, что в Соболичии ваших домов. Я, тут просто багато думок пролунало. Я сейчас был в кількох областях, встречался с людьми и поднимал, в том числе, тему мораторий. Те, что я хотел запитать, просто, напевно, не почули до инициаторов из этого. Дуже просто. За какие деньги я смогу купить эту землю? Все же очень просто. Мы же прекрасно понимаем, что большинство, тут показали 60%. Это купивля не айфону, это купивля земли. Мы же не сказали, Олексей, сколько нужно айфонов купить, чтобы купить хотя бы один гектар земли. Один айфон. Мы прекрасно понимаем, что можно сделать на одном гектаре. В законопроекте, который я изучал, там идется обмежение 500 гектаров. И плюс там открывается возможность для иноземцев. Что меня особо абсолютно обурюю, и те саме, я тут поддерживаю, думаю в том, что не случайно появилась эта идея. До речи, в альтернативному Коронавському там как раз этот момент прибирается, что до иноземцев. То есть ключевое вопрос нужно поставить, а кому на сегодняшний день это выгодно? Добре, один раз кто-то смогу продать землю, потому что он бедный, ему нужно сейчас эти деньги. Так, эти деньги он проиграл за год, он остается и без земли, и без грошей, и без возможности вообще любых подальших перспектив. Но мы все четко понимаем, мы четко понимаем, кто эти земли скупит на сегодняшний день. Тут лунала фраза, 3-5 семей, напевно на следующий день это 2 семьи, так. Тут одна семья иноземная, так, и одна своя родная там на Банковой. Вот и все. Дмитрий, объясните, а зачем им сейчас тратить огромные деньги на покупку земли, если она у них и так в аренде? За бесценнюю арендуюсь сегодня, за 50 долларов за гектарю. Вот здесь я логику не могу уложить, зачем им лишние тратки? Логика, 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 логика завжди дуже, дуже простая. Середняя цена, от 50 до 100 долларов. 1057 гривен середняя аренда за минулий рік. 1057 гривен. 1057 гривен. Власне, будь-який бизнесмен, будь-який бизнесмен, чем бы он не занимался, можно, Сергей? Будь-який бизнесмен, чем бы он не занимался, открывал бы он каверню, или что же. Каверню в оренді, каверню в власності. Это капитализация, это называется капитализация, потому что это, если вы говорите про рынок земли, так, и цена будет, потому что это будет, потому что это аргумент за снятя мораторию. Да, смотрите, друзья, это аргумент за снятя мораторию. Мы в наших умовах, в наших умовах, мы просто повернемся до фондального устроя. Вы что это, вы не понимаете? Вы в селах бываете, друзья? Вот вы нас вспомидаете про рынок земли, и до цих призвів же. Виктор, мы с Львонией, Сергей, Сергей, скажите, мне, вам не кажется, что есть интерес свой и у противников, и у сторонников? Так. Что кто-то, и те, и другие, кто-то что-то до этого имеет? Вы знаете, вот правильно задав вопрос, относительно того, кто же ездит в село, и чего турбует селенина? Вот мы зараз вершим, один политик говорит за это, и інший за друге, эксперт один говорит за одно, и інший за друге, а у народа спросили, что он хочет. Референдум провели. И у народа спросили, что он хочет. Сергей, подождите сразу, вы продолжите, Дмитрий, был вопрос какой-то или нет? А это же не реферируем? Я бачу три вопроса. Хотя бы опрос. Хотя бы опрос. Я бачу три вопроса. 60 на 40, он виллит тысячи. Давайте говорите цифрами. И давайте говорите не применять питание. Какими цифрами? Дивіться, есть 7 миллионов украинцев, которые землевластниками, которых оставили право распоряжаться своей землей. Им ставят вопрос, если бы вы хотели продать свою землю. Можливо, это не самый лучший час, чтобы продать землю. Но им никто не ставит вопрос, если бы вы хотели бы получать право продать эту землю. Тут вопрос о правах. Про правах человека. И про дотримание этих правов человека. А что вы хотите за без сенок ее продать? Давайте я закончу, пожалуйста. Если бы вы за без сенок ее продали. Никто не змушал людей продать свою землю. 80% хочет получать право продать свою землю. Это не правда. Все, Сергей, продолжайте. Если бы можно, я продолжу. Я на этом неделе приехал, как каждый недель, на окружении. От меня подошла женщина в Пересло-Хмельницком районе. Она говорит, что я свою землю уже продала. Я говорю, как? При моратории. При моратории. Как? Как она это сделала? Она за 60 тысяч гривен продала свой пай за 3 гектара. 2700 долларов. 800 долларов, правильно. За генеральное доручение. Если все помнят, раньше продавали и сейчас продают по генеральному доручению автомобили. Такая же схема сейчас существует по продаже этой земли. Если можно, я закончу. 60 тысяч гривен, это не 800 долларов. И вот мне еще приходят люди, которые имеют пай. Потому что большинство земель, это у людей, которые после 96-го года получили распайованную землю колгоспів-радгоспів. И вопрос не в том, за какую цену мы купим. У них вопрос, а за какую цену мы продаем? Чи вдурят, чи нас в том плане, что нам дадут копейки за эту землю. Это самое главное вопрос. Что вы не понимаете? Вы поедете всего. А что делается так? Как делаются эти владельцы земли? Это поле. Они ведут тут, тут землю, тут, тут и тут. Вот так по периметру. Той, кто в середине, он уже не имеет доступа того же трактора. Он блокирует эти вещи. И той, кто в середине, уже за беседу, за 100 долларов продать. Потому что если закон будет соответствующим образом, что человек получит правильную цену для того, чтобы научить свою дитину, для того, чтобы дать онуку, вона имеет право. Но вы должны иметь право такое, чтобы вы ей дали справедливую цену. Но то, что сейчас дадут, ей дадут копейки и обдурят. Григорий, ну, вы сторони. Правильно? Вы за ими. Можно я ответил на вопрос, почему я проголосовал против моратория? Еще не было никакого МВФ, еще не было никаких вопросов про миллиард. Но я не голосовал за мораторий. И сейчас, почему? Боо много лет назад, когда проголосовали первый раз за мораторий, сказали, что нам нужно законодательство, нам нужен земельный кадастр, нам нужны условия. Мы сейчас это сделаем и монетарий отмениваем. Прошло 20 лет. Хоть что из этого сделано? Чи есть кадастр земли? Так я, можно я закончу, смотри? Я закончу, так? Так вот, якось Альберт Эйнштейн сказал, если каждый раз действовать одинаково, то трудно ожидать других результатов. Поэтому, если каждого разу голосовать за мораторий, то через 20 лет мы будем спросить один одного, а где закон, а где кадастр, а где умовы для работы? То есть вы решили таким образом словас систему, да, Сергей Можев? Тарас, я надеюсь. Дивися, коллеги, что нам пропонуют? Нам пропонуют, нібито, под ліберальными гаслами, какие-то такие абсолютно сюрреалістичные вещи. У нас сьогодні, на жаль, в країні ніякого рынка немає. У нас є 95... Вам не есть. Можно я... Тараса, можно я закончу? Да, можно, но рынок есть. У нас є 95% зубожилих людей, зубожилих, які просто думають про те, де їм придбати хліб, щоб нормально поїсти. Є 2%, такий є двоюродний брат пана Мушака. Дуже заможні люди, шалено багаті, які уже лівими оборудками отримали сотні тисяч гектарів земли собі. І які хочуть, і отримали, як він каже, за один айфон це все. І вони далі просто хочуть це легалізувати. Действительно, не получится ли повторення історії 90-х годів? Помніте, коли всем нам выдали приватизаційні ваучери? Помніте, цих гастролюров, які їздили по всім селам і районам, і скупали за 2 копійки ці ваучери? Але що треба робити? Нам згадують європейський досвід? Так у нас, шановні, у нас в Україні 40 тисяч фермерів. У сусідній Польщі 2 мільйони фермерів. Замість того, щоб створити державну програму підтримки малого фермерства сьогодні. Ну хорошо, а вдруг відменять мераторію, у нас фермерство розцв'яте. Дати їм дешеві кредити? Ні, у нас що є? Державна підтримка фермерства немає. У нас є навпаки, спроби за один айфон придбати сотні гектарів землі у цих бідних людей. Ми вас поняли, Николай Скорик. Але коли виходить, що? Якщо у нас не готовий кадастр, у нас нічого не робиться, у нас не готовиться земельна реформа, то тогда ця мераторію ще существувати, существувати і существувати? Я вважаю, що в цій ситуації, якщо відмінити мераторію, мераторію не ідеальна, але якщо відмінити мераторію, це повністю разрушить державство. Я полностью согласен с той формулою, що якщо в країні людям нечего кушати, а у нас огромное количество... Якщо... Маленька цифра. На сьогоднішній день невыплата коммунальних платіжей почти 30 млрд гривень, 29 млрд гривень. Це колосальна сума. Да, це частина городського населения, яке к цей землі не має отношення, але на селі точно така ж ситуація. Денег в країні, внутрінніх денег, в країні нету. Ще раз повторюсь, банковська система, она полностью отсутствует. Іллюзія, що появляться фермерські хозяйства, для цього... Ну, якщо вам сказати? Денег нету. Ну, декларантів електронна декларація не є. Так декларанты і купять землю! Якщо ми відкроємо ринок, якщо ми відкроємо ринок, то землю скупять... Посмотрите на сцену. За 2016-й год сократились зберіження українців на 18,5 млрд гривень. Якщо ми відкроємо ринок, то землю скупять крупні холдинги, никакі не фермерські хозяйства. Фермерські хозяйства, наоборот, умрут. І соціальна сфера в селі, она держиться именно на основі фермерських хозяйств, які співпрацюють з органами місцевого самоврядування і т.д. Задача холдингов – це максимальна оптимизація структур і сотрудників, це максимальна минимізація штатної численності, максимальна ефективність селіхазяйського производства. Коли говориться о тому, що Україна займає перші місця по експорту зерна і т.д., це зовсім не заслуга, тому що в тосоветське время, о якому говорив господин Каплин, ми не займали таких місць по об'єму, але у нас було действительно перерабатующее производство, ми производили велике кількість місця, молока і т.д. Це зовсім інша формула розвиття. І в відсутній фінансування ми до цього однозначно не прийдемо. Тарас Загородний, що скажеш, на часі і є, немає ще. Ми повинні розуміти прості речі. Треба прагнути торгувати не ресурсами, а готовими продуктами. До цього прагнути. І, наприклад, у Ізраїлі реальне обмеження дуже велике, що це не заважає Ізраїлю засипати нам свою власну агропродукцію. Це раз. По-друге, мене вже підозріло, що це вимагає МВФ і просувають грантаїди. Вони отримують зарплату в західних посольствах. Чітко і зрозуміло. Не буває безкоштовних сирів, значить просувають інтереси західних держав. Або які їм роздають гроші. Про фермери впродовжу. Чим відрізняється промислово виробництво великих корпорацій? Чим відрізняється фермер? Фермер залучає в виробництво всю власну родину. Вони створюють зайнятість на селі. І тому села живуть. Великим корпораціям це села не потрібне. Вони заїхали один раз тракторами, проїхали, поставили там це, і все, їм нічого не потрібно. До речі, в Аргентині там приблизно така ситуація була. Теж вільний риб на землі і величезний просто простори, пустиня. Просто пустиня, тому що корпораціям це не потрібно. Коли говорять, що от європейський досвід, шановні, так там і суди, де можна захистити себе. Там і дешеві кредити, де можна отримати. Там і добре може, там і відшкодування ПДВ, де можна отримати. Там почніть з наступного. Якщо зараз ви дайте гроші людям, тим же з фермерам, відшкодування ПДВ, дайте їм експорт там, да? А великі агрохолдики перекрили це фактично. Це все закони треба. Так, а далі? Закони, пакет законів. З чого починати? З чого починати? Хоча б зробити конкурс, зробити конкурс, не хоча б оренду землі, щоб була зрозуміла о цьому ціна. Чому? Це закінчиться? Що ви смієтеся? Я не сміявся. Ви грантаї, таке отримує гроші на заході, там, да? Так що ви не треба, ви просуваєте інтереси інших країн, так що, будь ласка. Ви повинні розуміти, наступне, там, да, чи це все закінчиться, там, да, в країні беззаконня, злочинність, там, да, просто будуть їздити брехади, там, да, з травматами, пістолетами, автоматами, нотаріусами, там, да, які будуть переглядати. Ми ще не розглядаємо російський фактор. А ще російський фактор. Але, але, я зроблю ремарку, я зроблю ремарку, там, да, я зроблю ремарку, шановні. Ми повинні розуміти, що технології йдуть вперед, там, да, вже створено, в тому числі, в Європі, на Заході, вже створено такі технології роблять, щоб взагалі відмовитись від землі як ресурсу, там, да, тому ми повинні розуміти, що ми повинні залучати і високі технології, тому що земля без технологій і IT реально працювати вже через 10 років вона нікому не потрібна. Ми так успішно працюємо в цьому направлении, що у нас Академія наук України отримала недофінансування настільки, що на грани закриття нескольких кліник і научно-исследовательських інститутів по всій країні. Ось чому питаю, тому що це знищується, тому що знову вимога МВФ, скорочити тут, скорочити тут, це неоліберальна політика, яка знищує країну і доведе до того, що буде великий прошарок багатих і маленький, і великий прошарок тих людей, які з обожінняться, да, тому ми повинні зважати на власні інтереси, там, да. Ніщо не заважає зараз нарушувати експорт нам, да, дайте фермерським господарствам розвиватися, дайте їм спрошенний порядок експорту, щоб вони виходили на ринок, заробляли гроші, мали можливість кредитів і так далі. Потім тоді вже говорить, тому що в нинішніх умовах це буде бандитизм і на грани громадянської умови. Так все страшно? Возможен такой страшный, просто апокалиптический сценарий? Ну, кстати, сторонники моратория действительно пугають і социальними бунтами, і тем, що село переедет жить в город, города, у нас неспособны принять такое количество... Несколько моментів. Первое, нет ничего более постоянного, чем временные меры. Мораторий действительно принимался як временная мера і вже так укоренился, що він действительно далек от совершенства, але на сьогоднішній день ми столкнулисься з новими условиями. Нельзя сравнивати, ну, как бы, состояние сейчас, да, і то, що це було, коли він приймався там в ранній рази. Второй момент, ну, действительно, в нашому буті і в нашому сознанні все більше укореняються міфи. Вот це, вот, Україна, як житниця всеоб'ємлюща, да, що Європа просто жаждет нашої продукції, все остальне. Они платять людям деньги, щоб вони вже не роботують, у них перепроизводство многих моментів в Європі. Тому ми, як будуть, постійно купують нашу продукцію, 70% імпорту кукурудзи в ЄС з України. Наші аграрії дуже часто не конкурентно способны. Второй момент, ми зараз знаходимося, весна, да, це пассивна, це, опять-таки, ранній зерновий і все остальне. У нас тут две проблеми, урожай плохо, неурожай тоже плохо. У нас хранити це все немає. У нас тут багато проблем, действительно, поэтому ринок землі, він, конечно, ключевой, потому що це стратегічне принятие решення на длительну перспективу. Але у нас, у аграріїв, постійно, таке кількість проблем, які вони не можуть знайти виходи в нашому законодательному органі. Тому що у нас то лоббируються одні інтереси, а простих, якраз, людей, які ставляться з цими проблемами, вони не отстаиваються. Ну, якщо ви заговорили пассивною, у нас лоббируються не тільки внутріукраїнські інтереси. Алексей, я к вам, як члену профільного комитету, хочу задати вопрос. А как долго ми ще будем покупати удобрення в Росії? Почему депутатів це не волнує? Я відповім вам на це питання. В цьому році ми купували дійсно добре в Росії. Чому це сталося? Тому що до цього, значить, була монополія пана Фірташа, який скупив всі хімічні заводи, і у нас, насправді, ми дорожче хімдобре купували, ніж будь-де в Європі. Ну, це була монополія. Так, давайте, хорошо, давайте покупати в Європі. Почему ми покупаємо в Росії у фірми, які снабжають Миноборони, Селитрис, які роблять опори, в тому числі для Востока України? Дивіться, я відповім вам, значить, для того, щоб зняти цю монополію, було запропоновано пану Фірташу і його заводам продавати по ринковим цінам, для того, щоб, якщо в Україні, щоб він виробляв, але не завищував ціну, а на рівні імпорту її ставив. На жаль, він не може так, бо в ньому бізнес побудований таким чином, що тільки, якби, через монополію і тільки завищені прибутки. Саме тому ми частково, да, дійсно, в Росії купували... А можна? Вимога, вимога МВФ по газу. Нас змушують торгувати, в тому числі на внутрішньому ринку, за, ну, з зовнішними цінами. Нафтогаз же пухне від грошей там, да, а у нас на внутрішньому... Звичайно, що в Росії, то ще, що у них власний газ є там, да. Тому нас змушують. У нас стоять заводы, у нас стоїть ОПЗ, у нас стоїть всі інші заводы, а ми купуємо... А ми купуємо... Ми купуємо... Ні, ні, ні. Главное, що нас люди сидять без зору. Я говорю про МВФ. Тарас, спасибо, Тарас Качка. Все-таки, ринок земли. Все, чем пугают... Смотрите, у нас идет борьба сторонників мораторія і противників мораторія, да, і друг друга, вони все пугають апокалиптичскими сценариями. Какий з цих сценариів більш реальний? Реальний сценарий полягаєв... Плюсів, де більше, все-таки. Все, чим голосніший аргумент проти мораторію, ти що почув, це аргумент зазняття мораторію. Тому що ринок на сьогоднішній день існує. Власне, через мораторій ціна занижена на сьогоднішній ринок. Через мораторій можна витягти, як пан Сергій розповідав з юридичними механізмами, за безцінь ту зіну ціну. Мораторій потрібен, власне, для того маленького фермера, який хоче не зерно мільйонами тонн продавати, а яблука садити, помідори, те, що з доданою вартістю, на що є попит в світі. І тому, насправді, нічого не заважало кернуло 700 тисяч гектар мати з холдингом в Люксембургу. Це існуюча юридична система. Тому, насправді, ми в мораторій, ми вже переходимо в якусь казкову, абсолютно психічно хвору дискусію. Якщо говорити про нормальну дискусію, то знявши цей мораторій і запровадивши європейські правила, як в Польщі, де існують обмеження, як у Франції існують обмеження, вони якраз такі... І всі говорять про тут, якщо ми заберемо слово мораторій, всі тут говорять про нормальний закон про ринок землі. Те, що пропонує комітет. Комітет пропонує, давайте, будь-яку модель візьмемо. А ми тімо не обговорюємо. Ми говоримо зняти чи не зняти. От, власне, ми правила не обговорюємо. Про ці правила і про биття. І тут, на Сергій, в нас нормальна дискусія відбувається. Ви готові к нормальній дискусії, Сергій? Ні к борьбі лозунгів. Смотрите, вас призвають не к борьбі лозунгів, а к нормальній дискусії. Ви к ней готові? Всі проти вона мораторія? 20 років тому ми були найбільшою, однією з найбільших індустріальних країн Європи. Люди були зайняти, була робота, було все нормально. Втратили сьогодні, тоді були 18-ми, сьогодні 18-ші. Безробіття, вмирають міста, вмирають містечка. Всі велики, всі велики, всі велики. А то у нас прямо так все ярко і красиво. Всі велики підприємства зупинують. Роздали папірці простим громадянам, прості громадяни їх віддали аферистам, виманили, все, нема промисловості, два олігарха контролює найбільші підприємства в країні. Сьогодні нам пропонують той самий сценарій, той самий сценарій, забрати українську землю. Це наш останній шанс, буквально впередень великої продовольчої кризи у світі, бо в 60-му році буде 10 мільярдів жителів, і їх не буде чим годувати, вилізти з цих злиднів. Якщо ви хочете, щоб ваші діти, ваші онуки, ваші рідні отримали цей шанс, і на території нашої держави дійсно ми побудували цивілізовану, потужну європейську країну, найгіршу, ніж Німеччина, ми повинні захистити землю. 146-те місце Україна займає по корупції. Хіба можна сьогоднішнім можновладцям, власникам декларації не давати землю. Ні. А вам скажу, покажіть свої руки. Сергій. Покажіть свої руки. Ви ніколи в житті. Ось це гараздується. Ось це людини були. Тарас, я, ви, ось це людини були в Сирі. Ви ніколи, ніколи були в Сирі. Бо ніколи були в Сирі. Не меряйтесь мазолями. Я вспомнил, Тарас, мое выступление. Я обещал зрителям... Отключите Каплина. Я обещал зрителям жесткую дискуссию, но она оказалась... Сергей, я сейчас попрошу, как простой украинец, за... Молчите. Григорий, вы тоже. Кто отримал? А вы хотите сказать, что сейчас каждый из украинцев получит сертификат на надел земельный? Мы говорим, что у нас уже каждая людина мает у властности свою часть земли. Она уже ее мает. Она не может ее продать. Лишь я про это говорю. Главное, чтобы все вот это... Главное, чтобы этот сурбор не закончился так, как закончилась эта история сто лет назад. Посмотрите видеофрагмент. Мы с возвратившимися с фронта ребятами взялись за дело, поразобрали скот, терентьевых спалили. Только вот не знаем, можем сейчас брать землю или же выйдет на этот счет какое распоряжение. Распоряжение. Брать, брать. Напишите, чтобы отбирали. И что делать с помещиками? Погонять. Погонять. А вот он дальше пишет. Хотели знать, а потом решили и всех поубивали. Ага. Ну что ж, очень толковое письмо. Тарас, Тарас, вот что я вспоминал, когда выступал ты. И судя по той дискуссии, профессионализме этой дискуссии, уровне этой дискуссии, все вполне возможно, что история и повторяется. Это было Черное зеркало. Спасибо, что вы были с нами. До встречи. АПЛОДИСМЕНТЫ